Живая буквица. В моем выступлении речь пойдет о буквице, большой и затейливо оформленной первой буквой текста, которая всегда была важной частью искусства украшения книг, начиная со старинных рукописных книг в Древней Руси. Первые рукописные книги на Руси появились в X веке. Книг было мало и стоили недорого, ценились на вес золота. На изготовление одной книги уходило 5-7 лет. Книжными центрами были монастыри. Перепись книги была очень трудоемкой и длительной работой. Для каждого писца книга становилась детищем его искусства. Она несла в себе часть его души. Все рукописные книги переплетались. Переплеты были из деревянных досок, обтянутые кожей или дорогими тканями. Переплеты заключали в серебряные и золотые оклады, украшали драгоценными камнями и жемчугом. Однако главная ценность русской рукописной книги была не в дорогих материалах. Дорого сердцу рукописное начертание древних текстов, рисование буквиц, орнаментов, миниатюр, в которых воплотился безграничный талант русского человека, его фантазия, его взгляд на мир. Весь текст писали черными чернилами, а первая буква текста, так называемая буквица, рисовалась только для одной определенной книги и не повторялась. Буквицы были очень красивые, праздничные, радостные. Это видно по цветам красок и причудливым орнаментам. Главное назначение буквиц – привлечь внимание читателя к началу текста. Буквицы вначале превращались в сложные рисунки диковинных зверей, птиц, чудовищ. Буквы украшались изображениями змея, медведей, кошек, собак и других любых животных. Такой стиль назывался звериным. Затем появился растительный стиль оформления буквицы. Шрифт сочетался с тем или иным растением, причем его изображение было на редкость подробным. От художника не ускользали ни мельчайшие шероховатости, стебли, ни тонкие прожилки на листьях и лепестках. Вскоре появился плетеный стиль оформления буквицы, когда буквицы как бы стянуты в разных частях узлами. Когда на Руси появилось снегопечатание, то буквицы тоже стали печатными, но красоту свою не потеряли. В современных книгах художники и иллюстраторы, пусть и редко, но обращаются к созданию красивых, оригинальных начальных букв, буквицы. Вот, например, художник Александр Сечкарь, художник-анималист, изобразил такой буквицу Г. Или вот художница Ася Белова, это чеширский кот, колесе в стране чудес, буква, буквица О. И буквицы по-прежнему живы, поют, щебечут, издают звериный рывк, летают, скачут, говорят человеческим голосом. Каждая буквица индивидуальна, неповторима, как неповторим каждый лист на древе жизни. Мастер-класс по созданию буквицы будет в демонстрации создания мною съемной аппликации витража в виде буквицы в зверином стиле, вот этой буквы Ж. Для создания витража я купила набор красок по стеклу. Рисунок буквицы я вложила в файл, обвела черным контуром все детали рисунка. Просушила прорисованный контуром рисунок. Сейчас я буду заливать пустоты рисунка слоем витражной краски разных цветов. Вот эти пустоты заливаются. Музыка Вот такая буквица Ж у меня получилась. Готовый рисунок надо будет просушить в течение 5-12 часов в зависимости от толщины слоя краски. Просохший рисунок надо аккуратно снять с пленки и без применения клея прикрепить на любую гладкую поверхность, будь то стеклом, кафель, холодильник, окно, зеркало. Ведь это были специальные краски по стеклу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова